Но я знаю то, что НС валет, а как это связать с козой? Свел татуировку Альянс. Печально, на самом деле. Ну, меняет его внешний вид и меняет его показатели, насколько я не знаю. С Гендальфом, помнишь, он зелья варил? А, да, теперь понял. Это прикольно, можно выпуск скинуть, я посмотрю. Привет, представься, скажи, сколько у тебя ММР? Здарова, меня зовут Захряпин, и у меня 4700 соло. Меня зовут Юля, у меня сейчас 4600 ММР. Меня зовут Валерий, и у меня 4К ММР. Меня зовут Саня, и у меня 3К ММР. Меня зовут Ольга, и ММР 2,5К. Вова 2,5К. Алексей 2,5К. Надеюсь, 2,5К, а не просто. 2,5К, да. Антон и примерно 2000. Почему котла называют котел? Вот это я, если сильно говоря, я вообще не помню. С Гендальфом, помнишь, он зелья варил? А, да, теперь понял. Типа из этого, из Хоббитов, он, да, зелья варил. В какой части, помнишь? Ну, я не смотрел вообще Хоббитов, мне они не особо нравятся. Игра Престолов только Гарри Поттеру, вот это нравится. Не знаю, почему. Предположи. А, потому что, не знаю, задувает, знаю, что котел, а так вообще не знаю. С Гендальфом как-то связано. Может быть. Полное его имя Keeper of the Light и сокращение первых букв получается котел. Keeper of the Light, ну, аббревиатура. Сокращение Keeper of the Light. Потому что это Keeper of the Light, аббревиатура котел. Почему International перенесли из Китая в Шанхай? Ой, да, пора бы уже, на самом деле, наверное, надоело. Пора миру всему показывать, всем остальным, чтобы везде просто охватывать всю планету. Потому что это Китай, потому что каждый год они переносят из Китая в Шанхай, из Америки в Шанхай, ну и так по кругу. По географии у меня двойка была, наверное, да, так что не скажу. Предположение, как думаешь? Предположение из Шанхай в Китай, ну, естественно, потому что так удобнее. Кому? В Вилату. Ближе лететь? Да, недалеко от дома там. Почему International перенесли из Шанхай в Китай? Не знаю. Ну, это правильно, я считаю, не все же постоянно проводить его в Америке, в прошлом году он был в Канаде. Китай-то и есть Шанхай, в Китае есть город, из Китая, не из Китая, может, из Америки, в Китай перенесли. Инд перенесли из Китая в Шанхай, так он был в USA. Когда? Ну, все прошлые года. Его не могли перенести из Китая, ведь он первый раз в Китае. Инд был не в Шанхае. Откуда перенесли тогда? Из США, точно город не помню. Шанхай и Китай – это одно и то же. Вообще перенесли его из Ки-арены, перенесли на Ванкувер, потому что там ремонт до сих пор идет. Потом они сказали, о, Mercedes-Benz Arena, ребят, приезжаем. Ну, и как бы азиатская публика. Как ты относишься к тому, что Resolution нашел девушку на «Давай поженимся»? Да, что за ересь, как это возможно? Ты не слышала об этом? Нет. Это буквально недавно было. Серьезно. Ну, как к этому относишься? Отношусь положительно. Найти свою любовь – это прекрасно. От шоу это смотришь? «Давай поженимся», только если совсем грустно. Не, я не смотрел. «Давай поженимся» – это что-то не мой типаж. Я так не смотрю эти фильмы. Точнее, сериал. Ну, кого что сказал, не знаю, короче. Ну, как-то так. Я в шоке. В шоке? А смотришь вообще эту передачу? Нет. Почему? Я не смотрю телевизор. Что? Я тоже… Ты это только узнал. Ну, как ты относишься? Это недавно было в новостях. Отношусь отлично. Нейтрально. Смотришь это шоу? Иногда смотрю, как там «Гладвалокс» смотрит «Давай поженимся» на всякие стримеры. Там «Папич» смотрит «Сильвернейм», «Гладвалокс». «Резолю» там просто, наверное, все забирали. Просто все ва-банк шли на косарь. Как ты относишься к тому, что «Резолюш» нашел себе девушку на шоу «Давай поженимся»? Это прикольно. Можно выпуск скинуть, я посмотрю. Да, как-то спокойно, честно говоря. Смотришь вообще «Давай поженимся»? С бабулей на даче очень хорошо заходит. Да, вот когда нету долго выпусков, там «Хвостовства», «Дота 2 миллионер», приходится иногда коротать таким образом свое время. Ну, это его выбор, но я даже не был в курсе, что он в этом шоу участвовал. То есть это правда? Да. Ну, это просто как «Второй путь» говорят, грубо говоря. Да? Только узнал. Хорошо, твоя реакция. Что ты об этом думаешь? Ну, это странно. Прям с Розы Собитова молодец. Смотришь это шоу? Нет, у меня бабушка смотрит. Безумно прям. Я не понимаю почему, правда, но она смотрит. Думаю нейтрально. Ну, хоть это и шоу ради денег, но может быть. Ты смотришь? Нет, я не смотрю, но только так. Немного. Насколько станет ульта Тини? В плане того, что типа пассивка, то что бьется в нее, ну, не знаю, там, наверное, 0,2, может быть, секунды. Чуть побольше. 0,25. Еще чуть побольше. 0,30? Ненадолго. Ну, примерно хоть скажи. Ну, сколько-то секунд? Ну, парочку, парочку секунд? Ну, чуть побольше. Две с половиной, три, четыре секунды? Побольше, побольше. Еще больше? Ультаж. Ультаж. Не больше пяти секунд, не знаю. Шесть? Две? Семь. Семь. Семь секунд. Вот, я знала, на самом деле, просто нутро чувствовала. Ульта Тини не станет вроде. А что она делает? Она дает себе силу. Точно? Ну, вообще, раньше третий скилл Тини вроде бы как-то там станет, пассивка… Как-то там это в процентах все работает, возможно, да, станет. Насколько станет? Не знаю, на сколько процентов, честно, не знаю. Не знаю, вообще станет ли или нет сейчас. Ну, как думаешь, больше пяти секунд или меньше? Ну, меньше пяти секунд, потому что пять секунд максимально станут у Т-часа только. Тини у нее нет… ульта не станет. А в смысле, когда он превращается или что? Ну, да. Не знаю даже. Ну, примерно. Больше пяти секунд или меньше? Ульта Тини не станет вообще. То есть, что она делает? Он меняет его внешний вид и меняет его показатели. Насколько, я не знаю. Не на сколько. А что она делает? Она его увеличивает и придает силу. Это же пассивка, ну. А что она дает тогда? Урон от Тоса и размер. А, и урон стычки. Все вроде. А стан? Что стан? Не знаю. Не знаю. Нет, подожди. Вроде бы ничего на стан не дает. Она не станет. Что она делает? Она прибавляет урон в броню и увеличивается. Ульт Сини не станет. Лол. Точнее, он убирает скорость атаки и добавляет мауспит, если не ошибаюсь, и силу. Что означает аббревиатура Эпицентр? Эпичный центр. Эпицентр. Эпик. Центр. Я не знаю. Почти правильно. Есть еще какие-то догадки? Ну, Эпик центр Гудгейм. Это то есть ГГ у них подписывается. Больше нет предположений. Правильно. Эпик центр Гудгейм. Так и есть. Полное название турнира. Эпик центр Гудгейм Мейджор. Эпи-центр. Ой, я не знаю. Эпичный. Эпичный. Ну, не знаю. Центр? Эпичный центр. Не знаю. Эпицентр просто. Не знаю. Ульт Санкинга. Нет, тоже не помню. Я не шарю. Не знаю. Ну, смотри, я тебе подскажу. Первое. Эпичный. 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 Это аббревиатура? Видимо, да. Что-то в центре очень эпичное. Я не знаю. Это не аббревиатура. Почему Факерс вел татуировку Альянс? Разонравился. Переобулся, да? Ну, да. Они часто так делают. Ну, возможно, потому что Альянсы уже не те, как вариант. У меня не было татуировки Альянс. Переобулся. Поменял любимую команду, может. Состав изменился. Не знаю. Свел татуировку Альянс. Печально, на самом деле. Хочет перезабить на другую. Видимо, место подготовил для нормальной татуировки. Для нормальной? Да, для нормальной. Ну, мои догадки, то что они на несколько лет закрыли состав свой. Ну, наверное, потому что там состав поменялся целиком. И это больше не Red Dot, поэтому как бы... Переобулся, да? Ну, типа да, да. Почему Inmate сделали ведущим студии аналитики на Epicenter? Не знаю. Ты видел с ним вот трансляции недавно? Как тебе он в роли ведущего? Нормально. Ну, то есть... Справляется с обязанностями? Как по мне, да. Потому что он лучший аналитик. Не знаю, потому что он хорош. Наверное, обозревает нормально. Я не знаю. Нечасто его видел. Ты как вообще видел трансляции с ним в роли ведущего? Как тебе понравилось? Ну, я видел, но как-то оценить не очень. Не знаю. Ну, думаю, нормально. Я тоже не знаю. Ты смотрел сегодня его трансляции ведущего? Ну, я смотрел сегодня. Как он тебе? Нормально, как всегда. Inmate умный человек. У него 7000 ПТС. И что, он не может быть ведущим? Он лучше Максима может даже иногда справляться с этим. Сегодня видел, как он вел эпицентр? Тебе понравилось? Он сегодня не был в роли ведущего, если я не ошибаюсь. Он был как участник студии аналитики, если я не ошибаюсь. В качестве ведущего здесь он не выступает. Он просто как один из представителей студии аналитики. Ну, наверное, потому что Дредд уехал, как бы у него свадьба, поэтому он может быть... Он набирает всяких это. Ну, нет. Inmate классно. Его они сделали с ведущим. Inmate House ведущий же. А, да? И этот. Инстамитяй. Зачем НС женился на Козе? Сильное заявление. Я не сильно слышал, но я знаю то, что НС валет. А как это связать с Козой? Потому что он татарин. Коза это, ну, подразумевающе НЧУ или что-то подобное. Даже не знаю. Зачем тогда ему жениться на НЧЕ? Он, может, видел только ее верхнюю часть. И поэтому она ему понравилась. Не знаю. Я не знаю. Без вариантов? Без вариантов. В смысле она женился на Козе? Что это значит? Это известное выражение. Не знаю. НС вроде не женат. Я аналитику вообще не смотрю. И всяких НСов я никогда не смотрел. Не буду смотреть. Зачем НС женился на Козе? Ну, он хотел осла, как бы. Осла не было. Видимо, Коза подошла. Потому что он хотел осла, но осла не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok